МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Болезни сердца и сосудов – самая распространённая причина смерти во всём мире. У меня всё раздавило в груди, и это не боль, а это такое жжение, и ты не можешь дышать, тебя бросает в холодный пот. 80% инфарктов можно предотвратить. Пациенты приходят, совершенно не знают, что такое холестерин, насколько он перекрывает просвет, и что это инсульт, инфаркт, внезапная сердечная смерть, тотальный исход. Как заподозрить проблемы с сердцем и сосудами? Если человек заметил, что в течение последнего времени, неделя, месяц, у него снизилась переносимость физических нагрузок, это повод обратиться к терапевту и кардиологу. Как снизить риски? Двигаться нужно в обязательном порядке. Всем ходить? Да. 30-40 минут, где непрерывно? Какие сердечно-сосудистые заболевания встречаются чаще всего? Как себя проявляют? Как их не пропустить и как профилактировать? Этому будем учиться сегодня в медицинской академии. Сердце называют мышечным насосом. Каждый день оно сокращается и расслабляется 100 тысяч раз. Сердце прокачивает по организму кровь, которая, разнося кислород и питательные элементы, движется по сосудам. Если все их соединить в одну линию, вытянуть, то это получится расстояние почти в 97 тысяч километров. Этого хватит для того, чтобы обогнуть землю более чем в два раза. Как правило, проблемы с сердцем и сосудами возникают у людей старшего возраста. Но за последнее время эти заболевания существенно помолодели. Как себя чувствуете? Хорошо. Что-то беспокоит сейчас? Нет, сейчас не беспокоит. Легче стало? Да. Виктору Карпову всего 34 года. Диагноз инфаркт миокарда, кажется, до сих пор не укладывается у него в голове. Прихожу домой и понимаю, что тянет сильно и жгёт, что я не могу найти себе удобного положения. Приехали, всё сделали, снимок. И я не успеваю сообразить, как мне уже спрашивают, готовы ли вы на операцию по артерии. Я уже в состоянии обезболивающих. Причём обезболивающие не отпускали состояние сдавленности. Я так, внутри шарик. Три дня реанимации, ты лежишь в сознании, как бы, над тобой там капельницы ставят. Потом переводят в общую палату. И за время лежания понимают, что в 34 года бывает инфаркт. Инфаркт миокарда – это поражение сердечной мышцы, вызванное острым нарушением её кровоснабжения. Из-за закупорки одной из артерий. Это артерия, которая закрыта. То есть вот начинается отсюда, и вот здесь вот закрывается. Дистальнее этого места кровь не течёт. Должна течь вот сюда. То есть она как прерывается, получается. Да, да. Она закрыта, окклюзирована на 100% закрыта. И, соответственно, вся вот эта вот зона миокарда, сердечная мышца, она не получает кровоток, не кровоснабжается. Соответственно, там возникает кислородное голодание и возникает зона инфаркта. Золотой стандарт диагностики сердечно-сосудистых заболеваний – коронарография. Берётся иголочка, находится артерия. Иголочкой прокалывается артерия, вводится инструмент, такой порт. Вот он так вот устанавливается, и через него потом уже… Тоненький, да, какой-то? Два миллиметра в диаметре. И через него уже вводятся все инструменты, которые по ходу артерии вот так вот, вот так вот доходят до сердца. Это вот сейчас пациентам, которые уже там будут? Это вот сейчас так же будет происходить, да. В месте, где была осужена артерия, при необходимости устанавливают стенд – миниатюрную трубочку из нержавеющего металла с множеством ячеек сложной конфигурации. Так спасают жизни пациентов. Здесь, в сосудистом центре БСМП-1, для этого есть всё необходимое. Мы уже имеем достаточно большой опыт работы в этом направлении, да. С 2013 года у нас активно работает рентгеновоскулярная служба, и мы выполняем большое количество оперативных пособий по оказанию помощи пациентам с острым инфарктом миокарда, с нестабильностью на кардии. В 2022 году мы активно стали привлекать и пациентов, у которых есть стабильность на кардии, которые нуждаются в ревоскулиризации миокарда. В прошедшем году, в 2022 году, мы выполнили более 900 стентирований. Это очень хороший показатель, и, соответственно, мы ждём улучшения состояния здоровья нашего населения Омской области на этом фоне. Инфаркт называют одним из самых коварных сердечных недугов. Из-за того, что часто приводит к смерти, и довольно часто симптомы бывают неотипичными. Состояние может быть похоже на обострение остеохондроза, язвенную болезнь желудка. Алексея Толмачёва госпитализировали с подозрением на пневмонию, но врачи вовремя диагностировали инфаркт и смогли сохранить ему жизнь. Визуализируется аневризма. Аневризматическое расширение, да, верхушка, то есть в области верхушки левого желудочка. Это последствия инфаркта миокарда. Как это может отразиться в последующем у пациента? Качество жизни пациента, да, оно снижается. Проявляется в виде одышки, снижение толерантности к физической нагрузке. Сложнее, да, оно может переноситься. С формированием хронической сердечной недостаточности также формируются не только одышка, но и отёки. То есть здесь, поэтому пациенты, которые у нас выписываются из отделения, автоматически мы их записываем под наблюдение кардиолога, кардиодиспансера. Они продают, то есть длительный-длительный процесс восстановления. Конечно, конечно, это длительный процесс восстановления. Сердечно-сосудистые заболевания, уверяют врачи, в большинстве случаев не возникают вдруг. Им помогают курение, лишний вес, малоподвижный образ жизни. Играет роль генетическая предрасположенность, диабет, заболевания почек и высокое давление. Про гипертонию стоит сказать отдельно. Это одно из самых распространённых заболеваний сердечно-сосудистой системы. Её называют «тихим убийцей». Примерно 46% взрослого населения не подозревают о ней. А между тем, именно повышенное давление вызывает стенокардию, аритмию, сердечную недостаточность, инфаркт и инсульты. Идеал 120 на 80. Всё, что 140 на 90 и выше, не может быть рабочим или комфортным давлением. Здесь уже нужно лечить и пить препараты. Не от случая к случаю, а на постоянной основе. Артериальное давление, какие есть нюансы в его измерении? Анна Олеговна, давайте с вами на конкретном примере это расскажем. Вот у нас девушка Ирина почувствовала себя плохо. Когда нужно измерять давление? Что это может быть? Ну, симптомы бывают разные. У всех это достаточно индивидуально протекает. Но чаще всего люди жалуются на головную боль. Локализоваться боль может быть в разных областях, так скажем. Некоторые жалуются, что именно боль в висках. Некоторые жалуются, что ломит затылок. В некоторых теменная область горит, поэтому достаточно это индивидуально. Это все поводы для того, чтобы измерить давление. Чувство жара, тошнота, все это для повода для измерения давления. Первое, на что обращаем внимание, измеряем сидя. Обязательно, смотрите. Значит, прежде чем приступить к измерению уровня артериального давления, пациент должен сесть. Сесть и в течение 5 минут отдохнуть. То есть измерение артериального давления проводится в покое, в комфортной обстановке. Сидеть в удобной позе, чтобы спинка тоже была расслабленная. Руку на стол, все в расслабленном состоянии. Мы будем считать, что пациент у нас отдохнул в течение 5 минут, расслабился. Ну и говорю, лучше откинуться спинкой к спинке. Далее проверяем наш тонометр. Вот, кстати, какой лучше тонометр? Автоматы, полуавтоматы они есть? В бытовом использовании лучше, в принципе, можно и полуавтоматы, и автоматы. Для быстроты измерения артериального давления я рекомендую приобретать аппараты именно с манжетой. Не на пульснике, как у нас некоторые любят, потому что здесь на лучевых артериях будет уровень артериального давления ниже, чем на плечевой артерии. Значит, по манжете. Здесь даже у нас сразу же идет инструкция, если кто-то обращает внимание. Манжеты бывают разных размеров. Все зависит от объема плеча исследуемого. Как правильно накладывать манжету на плечо? Значит, накладывается манжета на плечо. Есть мы можем, в принципе, хбшная кофточка. Ничего страшного, да, если такой вариант? Потому что обычно мы привыкли, что нужно будет от одежды освободить руку. Нижний край манжеты должен быть на 2 см выше, чем локтевой сгиб. А как должно быть туго или не туго, или чуть-чуть оставлять расстояние? Немножко, так на палец, да. Руку не напрягайте, расслабленная должна быть рука. 126 на 89. Норма, да? Да. Практически 120 в идеале. Мы измеряем только на одной руке или то же самое нам нужно сделать на другой руке? Смотрите, когда вот идет измерение в первый раз, когда мы определяемся с пациентом, действительно, есть ли у него гипертоническая болезнь или нет, то измерение, конечно, производится на двух руках, последовательно. И в последующем измерение производится на той руке, на которой изначально уровень артериального давления выше. Если мы видим другие цифры, не такие, как сейчас здесь, укладывающиеся в норму повышенное давление 140 и выше, какая помощь, ну, понятно, если оно не снижается, да, это давление, то есть вообще, что мы можем, как помочь человеку с повышенным давлением? Самостоятельно принять препараты. Есть препараты для неотложной помощи в таблетированном варианте, это всем известный каптаприл, и можно еще максонидин использовать, если у кого-то есть аллергическая реакция на капотен, каптаприл, потому что часто бывает и сухой кашель, поэтому можно использовать максонидин. В качестве скорой помощи? В качестве скорой помощи. Под язык, что одну таблетку, что вторую можно принимать, и через 20 минут перемеряете уровень артериального давления. Если давление снизилось на 25%, это уже хорошо, то есть постепенно давление снизится дальше. Если мы не видим результата, можно принять вторую таблетку также под язык. Опять через 20 минут перемеряем уровень артериального давления. Если у нас эффекта никакого нет, тогда вызываем скорую. Вместе с артериальным давлением необходимо знать и свой уровень холестерина. Это важнейший показатель, который позволит врачу своевременно выявить риски сердечно-сосудистых заболеваний. Холестерин – это определенное вещество, которое есть в организме человека. Оно не вредное, оно в ряде случаев полезное, но под влиянием внешних факторов, либо внутренних, то есть отягощенная наследственность, холестерин может стать врагом для организма человека и вызвать образование атеросклероза. Атеросклероз – это заболевание сосудов. То есть атеросклероз может быть сосудов сердца, атеросклероз может быть сосудов головного мозга, атеросклероз может быть сосудов нижних конечностей, то есть разной локализации. И все эти вещи могут привести к определенным заболеваниям. Сосуды сердца, поражаясь атеросклерозом, могут привести к инфаркту миокарда, сосуды шеи, питающие головной мозг, могут привести к развитию инсульта, и сосуды нижних конечностей могут привести к такому очень грозному сложению, как к гангрену нижней конечностей, что может привести к ампутации. Всего этого хотелось бы, конечно, избежать. Поэтому чем раньше люди начинают обращать внимание на свой холестерин, заниматься своим образом жизни, профилактировать его дальнейшие повышения, профилактировать развитие атеросклероза, тем лучше у них исходы, тем они живут дольше, тем живут лучше. Сейчас всем доступна плановая диспансеризация. Именно она позволяет выявить в том числе сердечно-сосудистые заболевания на самых ранних стадиях, ведь часто они могут протекать бессимптомно. Мужчинам старше 40 лет и женщинам за 50 необходимо обследоваться, даже без явных показаний. Человеку нужно просто прийти. Он направляется на анализы, он задает эти анализы, а потом направляется обязательно в конце диспансеризации на прием терапевту. Терапевт оценивает и выдает, естественно, результат. Если мы видим, что это пациент высокого сердечно-сосудистого риска, это пациент, имеющий повышенный вес, он уже имеет в анамнезе заболевание сердечно-сосудистой системы, плюс повышенный холестерин, такому пациенту будет выдано направление на дообследование с целью установить диагноз, соответственно, направить к кардиологу и назначить лечение. Многие болезни сердца и сосудов можно предотвратить, снизив факторы риска. Волшебной таблетки не существует. То, на что человек может повлиять – отказ от вредных привычек, активный образ жизни. Для сердца и сосудов идеально ходить минимум 30-40 минут в день непрерывно. И, конечно, большую роль играет питание. Как выстроить свой рацион, чтобы снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний? Об этом в программе далее. Половину тарелки суточного потребления пищи должны занимать углеводы. Бояться их, даже если вы хотите сбросить вес, вовсе не стоит. Главное знать, что нужно ограничить или лучше вовсе убрать из рациона. Все не очень полезное, мы будем убирать подальше. Вы знаете, да, дело в том, что сахар, понимаете, какая вещь? Вот удивительно. Казалось бы, тут нет никаких жиров. И, казалось бы, чем может сахар навредить нашим с вами сосудам? Оказывается, что нарушения углеводного обмена до 5 раз повышают риски атеросклероза. Ну, то есть, если мы с вами берем чистый сахар, это продукт с максимальным гликемическим индексом, то сколько есть углеводов в этом продукте, все 100% поступит в системный кровоток. Быстрая нагрузка идет, соответственно, на поджелудочную железу и на выработку инсулина. Чем больше будут всплески инсулина, тем со временем ткани начнут, ну, скажем так, с неохоты реагировать на всплески инсулина. И будет такой феномен, который мы называем инсулинорезистентность. То есть, нарушение углеводного обмена более вероятно у тех лиц, которые среди углеводов выбирают легкие углеводы с высоким гликемическим индексом. Если нет сахарного диабета, в первой половине позволительны 1-2 конфеты или печенье. Молочные продукты – это тоже источник углеводов. Если вы переносите лактозу, пожалуйста, желательно, чтобы молочные продукты были с коротким сроком хранения, чтобы не было добавленного сахара, чтобы не было здесь дополнительных вкусовых красителей, консервантов. На что нужно ориентироваться? Продолжительность хранения такого продукта. Конечно, если она более 7 суток, это говорит о том, что там, скорее всего, есть какие-то консерванты. Если есть какие-то вкусовые красители, добавлен сахар, вот с этим продуктом надо быть поосторожнее. Самые полезные – это углеводы сложные, в первую очередь, крупы. Очень хорошо, что здесь представлена гречка. Почему? Именно в аспекте профилактики сердечно-сосудистых заболеваний гречка очень полезная. Не только тем, что содержится достаточное количество пищевых волокон, обеспечивает хорошее насыщение, обеспечивает энергией за счёт наличия этих самых сложных углеводов на достаточно продолжительное время. Гречка богата магнием. Овсянка тоже – это тот самый продукт, который мы, врачи, хотели бы видеть в рационе. Почему? Сложный углевод при правильном приготовлении, а здесь хотелось бы отметить, что это не просто вот там залило всё без варки. Да, это долгая варки. Именно в процессе варки мы имеем возможность получить те самые необходимые слизообразующие пищевые волокна, которые не просто обеспечат энергией углеводы, но ещё обеспечат питанием нашу самую микрофлору. Если любите рис, то стоит отдать предпочтение диким сортам. Это источник витаминов и антиоксидантов. Макароны желательно брать из твёрдых сортов пшеницы. Не злоупотребляйте хлебом не больше одного кусочка на один приём пищи. И помним, что зерновой лучше белого. Ну и не забываем про овощи. Их, кстати, должно быть в рационе больше, чем фруктов. Когда мы говорим с вами о пользе овощей и фруктов, делаю акцент в отношении свеклы, моркови, тыквы, кабачка, цветной капусты, капусты брокколи. Вот это всё те самые полезные овощи, которые должны быть в основе рациона. Во-первых, они дают чувство сытости. Вы не переберёте в калории. Во-вторых, это те самые пищевые волокна, которые обеспечивают работу микрофлоры и будут замедлять обратное усвоение холестерина. Что касается белковой пищи, ей отдаём 30% от общего калоража. И здесь вне конкуренции рыба. Её просто необходимо включить в рацион. Тем, кто хочет профилактировать сердечно-сосудистые заболевания, или тем, кто уже наблюдается у кардиолога. Предпочение следует отдать рыбе и морепродуктам. С одной стороны, полноценный белок, с другой стороны, прекрасно, что именно в рыбе присутствуют те самые полезные жиры, а скрытые жиры присутствуют в любом из продуктов, которые здесь представлены. Так вот, предпочтение рыбе. Ну и очень хорошо относимся к ментаю, например. Очень хорошо. Доступный всегда есть. Доступный белок, легко усваивается. Что хорошо для ментая? Он никогда не выращивается искусственно. Это значит, вероятность того, что там будут какие-либо вредные вещества, дополненные, собственно, продукт, их нет. Рыбу лучше есть чаще, чем мясо. Индейка, курица, говядина именно в такой последовательности отдавайте предпочтение при выборе. Очень аккуратно со свининой. Она относится к жирным сортам. Все лучше запекать, тушить, подвергать минимальной термической обработке. Отдельно стоит сказать о соли. Ее использование, особенно чрезмерное, это всегда дополнительные риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. С одной стороны, соль – прямой фактор натрия, повреждения сосудов. Вот чем больше соли, тем меньше калия. А калий – тот самый необходимый микроэлемент, который необходим для хорошей работы сосудистой ткани. Соль будет удерживать жидкость. Ну, к сожалению, здесь, да, раз мы будем задерживать жидкость, будет увеличиваться объем циркулирующей крови. И у пациентов, которые склонны к артериальной гипертензии, к повышению артериального давления, это, собственно, будет происходить. Но в идеале это не больше, наверное, чайной ложечки в день, да, вот такой, как мы солим. Все так и есть. На самом деле это так. И мы просим гипосолевую диету соблюдать лицам уже с развившейся артериальной гипертензией. Также врачи советуют употреблять в пищу полезные жиры. В первую очередь это оливковое, льняное масло. И не забывайте про орешки. Это очень богатый витаминный продукт. Большинство заболеваний сердца, выявленных на начальном этапе, успешно лечатся. Врачи советуют не игнорировать повышенное артериальное давление, холестерин, глюкозу. Также повод для обращения к врачу – боли в грудной клетке, особенно связанные с ходьбой и с физической нагрузкой. Насторожить должна и одышка. Таких пациентов в Омской области по полису УМС направляют на углубленное обследование. Его, в частности, проводят в медсанчасти номер 4. Не так давно здесь появился современный ангиографический комплекс. Из таких явных преимуществ тут есть приложение Cardio Tools, которое позволяет выстроить карту коронарных артерий при однократном введении контрастного препарата. А в дальнейшем работать, выполнять чрезкожное коронарное вмешательство, основываясь на этой карте. То есть это минимизирует количество введенного контрастного препарата. А как мы знаем, в ряде случаев он имеет определённое токсическое действие на организме. Чем меньше его, тем лучше. Пациенты поступают в плановом порядке. Им в отделении рентгенхирургических методов диагностики и лечения проводится диагностическое исследование в виде коронароангиографии, по результатам которого принимается решение, нужно ли пациенту проводить стентирование, ангиопластику или же ничего, просто исследование. В медицинском учреждении сейчас завершают ремонт кардиологического отделения, чтобы ещё большему числу амичей с сердечно-сосудистыми патологиями своевременно оказать квалифицированную помощь, а значит, спасти жизнь.